Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Я увидел кадры эти и, собственно говоря, не поверил своим глазам. Скажу честно, решил перепроверить, потому что это, может, какая-то провокация или это давнишние уже кадры. Вот на ваших экранах мы видим телевизор «Россия-1», федеральный телеканал «Инстасамка» «За деньги да». Я не включаю там с музыкой «За деньги да». Для меня вот эта «Инстасамка» и вот этот, я не знаю, как его назвать, вот это «За деньги да» – это гимн какого-то, знаете, вот этого времени и человека-потребителя. Потребителя причем не вещей даже больше, а потребителя всего самого негативного, что только может быть. И это как гимн какой-то бесовщины, понимаете, как вот для меня, как говоря о ее выступлении «Инстасамке» в голосе говорил Яна Поплавская. Гимн проституции какой-то просто, как сказала, еще раз скажу, Поплавская, да? И то, что на федеральном канале показывается это и, среди прочего, эту песню, если можно так ее назвать, действительно на полном серьезе номинирует на номинацию «Танцевальный хит года». Слушайте, ну это, конечно, сильно. Я решил посмотреть, думаю, ну вдруг это было в каком-то другом году, может быть. Там кусочек есть в конце, вы, наверное, обратили внимание, следующего, значит, следующего номинанта. И я, собственно говоря, по нему вот действительно выяснил, что это дело такое было. И там идет баста и диджей-грув дальше. И действительно это не что иное, как танцевальный хит года. А премия, которая транслировалась, это музыкальная премия «Виктория», созданная Гуцериевым и Крутым. Вы знаете, там и участники вызывают, конечно, огромное количество вопросов у биганты. Но в данном случае говорим не об этом, говорим именно конкретно о том, что произошло, связанное с инстасамкой. Вы знаете, сам псевдоним «самка», я еще раз скажу, человека можно низвергать к животным инстинктам, а можно возносить небеса. Так вот, это тренд низвержения, скажем так, к животным инстинктам. Есть фраза такая очень хорошая, вы вызываете к разуму, а я к инстинктам. Так вот, в данном случае это происходит. Самка, самка и самец, это уже упрощение до нельзя. Так вот, инстасамка. Потом время изменилось в свете проводимой операции, а люди, денежки, которые, видимо, в высоких кабинетах за ней стоят, зарабатывать хотят. Поэтому на первом канале ее показывали, она говорила, родители, меня не бойтесь. Я, честно, когда смотрел, уже боялся, потому что я внешний вид не хочу обсуждать, но тем не менее. То есть, пытались каким-то образом даже на первом канале, с моей точки зрения, мне так кажется, показать, что родителям как бы не бойтесь. Там слова какие-то запитали. Но сами слова «за деньги да», «за деньги да» – это антигимн того времени, в котором мы сейчас живем. И с моей точки зрения, это антигимн того вектора движения, куда мы должны идти, куда мы должны двигаться. «За деньги да», то есть деньги во главе угла. Так вот, друзья, за деньги все. Покупается и продается. «За деньги да», понимаете? Это гимн деньгам. Патриоты Золотого Тельца. И что я хочу сказать, друзья. Это, конечно, фантастика, что премия «Виктория» выбирает таких конкурсантов. Она прошла уже, но тем не менее, об этом можно говорить, потому что это и сейчас, собственно, происходит. Что первый канал показывает это, на втором канале это показывают, на федеральном телевидении. Мне кажется, сейчас время очень хороших песен. Песен, знаете, таких людей, которые выходят хорошо одетые на сцену. Эстрады. Время творчества. Понимаете? Не похабщины вот этой, от которой народ уже устал. Его не просто перекормили нас этой... Понимаете, нас просто ложками уже, уже из ушей полезли все эти поющие трусы. И вот такого рода, конечно, вещи по федеральному телевидению, которое имеет огромный вес и... Я не знаю, друзья, вы знаете, с помощью телевидения можно такое огромное количество полезного контента транслировать людям. И люди будут это смотреть. Собственно говоря, это было бы интересно. Я всегда привожу один пример. Подводный Одиссей, команда Кусто. По-моему, она шла в субботу, чуть ли там не в 8.30 утра. И многие просыпались специально, чтобы посмотреть. И это было интересно. И куча других программ. Супонев делал детский контент до 16, старше, джунгли зовут. Куча была программ. В понедельник, я помню, вечером какая-то шла программа. И, конечно, транслируя возможность присутствия такого рода исполнителей, если можно их так назвать, и на федеральном телевидении, даже допущение такой возможности, я считаю, что это является большой ошибкой и ударом по нашему обществу. По-другому я никак не могу сказать. Друзья, что вы думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал. Ссылочка опять там же в закрепленном комментарии в описании к видео. Я вас приглашаю на свой сайт. Будда Гришна.ком для бизнесменов-предпринимателей. Если вы не хотите, чтобы десятки тысяч клиентов проходили мимо вас, которые сегодня могли стать вашими, посмотрите мое видеообращение, заинтересует, пишите. Друзья, подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости. Новости круглосуточно. Все самое интересное со всей сети в одном месте. Это полноценный канал. Куча тем, которые здесь невозможно рассматривать в силу специфики площадки, мы рассматриваем там. Поэтому обязательно подпишитесь. То есть там и политика с моими комментариями, и не только политика. Я думаю, вам будет интересно. И вместе мы сможем обсудить огромное количество тем, связанных с наводнением, связанных с операцией, связанных с геополитикой, с такими более насущными, скажем так, вещами, чем те, о которых мы здесь говорим. Хотя я считаю, что здесь мы тоже говорим об очень важных вещах. Вы понимаете, друзья, кто-то скажет, ну, песни так песни, что такого. Ну, вот снимали сериал, например, там, с насилием подростковым. И сказали, ну, это во благо надо. А потом прокатилась волна, и нужно транслировать что-то другое, понимаете? Нужно транслировать вечные духовные ценности. За деньги – да. Гимн современности, гимн молодежи. Зайдешь сейчас запрещенный грамм, боже мой, я вот не захожу, и я радуюсь, что я не захожу. Я, бывает, какую-то фотографию публикую. Вы знаете, это ужасно, потому что девочки соревнуются в... Не все, конечно, не все, но большинство соревнуются в том, как бы показать свое тело, но так, чтобы не забанил вот этот запрещенный грамм. Вот впечатление создаётся иногда, что мысль только одна. Как же раздеться так, чтобы чуть-чуть остаться одетой и прикрыть только вот эти вот места, которые, так сказать, политик этой площадки запрещено показывать. То есть, абсолютно какой-то вот... Это даже не похабщенный разврат, это определённый образ мышления, я. И вот за деньги – да. Понимаете? Они как раз вот эти вот показывающие – за деньги – да. Вот о чём речь, понимаете? А то, что за деньги – это сиюминутно. Это не приносит удовольствие в долгую, что называется. И нужно объяснять и в песнях, чтобы это было, что в долгую приносит счастье, удовольствие, пользу людям, тебе и обществу. Только духовная сфера. Только удовлетворение от любимого дела, удовлетворение от того, что ты даришь любовь и делаешь доброе дело для кого-то. Для общества, для человека, духовное развитие, да. Только это имеет удовлетворение, чувство счастья в долгую, не на 10-15-20-30 минут обладания этой вещью. Потому что за деньги – да, это гимн несчастных людей, которые, обладая вещью 20-30 минут, хотят через 20-30 минут уже другую, а через 20-30 минут третью. И получая всё это, они вечно недовольны, они в депрессиях в разных, понимаете? И они там лечатся всякими таблетками. Вот в чём дело. Поэтому это за деньги – да, это гимн не просто, как Поплавская правильно сказала, проституция, это гимн ещё несчастных людей. Это гимн, я бы сказал, даже, я не боюсь этого слова, это гимн западной философии жизни, которую нам пытались навязать. Это страшная философия, страшное порабощение человека с вырождением всего человеческого. Всех наших истинных национальных каких-то, культурных особенностей, которые нас отличают очень сильно. Это просто вымывание, вырождение, уничтожение этих морально-нравственных основ и духовных. Это страшная идея. Это не то, что не должно на федеральном канале, я считаю, присутствовать. Это вообще не должно присутствовать. Нужна пропаганда духовных ценностей, духовного воспитания, духовного возрождения, что ли, я не знаю. Понимаете, о чём я говорю, да? Успехов, здоровья, друзья. Всем пока, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok